А вы строили планы на этот год? А на следующий будете строить? В этом видео расскажу о том, как ставить цели, чтобы они сбывались за счет подсознания. Вы создадите психологическую мантру года, которая поможет в следующем году достичь больше, чем в предыдущем. Самое время создать свою мантру года, ведь скоро Новый год. Как же добиться в следующем году больше, чем в предыдущем? Большинство людей в Новый год ставит цели похудеть, делать ремонт в квартире, выучить английский, выйти замуж или что-то еще. Мы все нормальные люди и хотим, чтобы жизнь улучшалась год от года. В начале года все это кажется реальным, ведь впереди много времени, например, для того, чтобы похудеть. Но уже к концу новогодних каникул до 60% российского населения по статистике обрастают 3-4 лишними килограммами. А кто-то даже больше. Чтобы не попасть в число экстренно худеющих после каникул, кликайте по ссылке под видео и играйте в нашу новую бесплатную игру на лишние килограммы. И вот в начале года мы цели ставим, а потом благополучно забываем и в конце года пересматриваем список и просто переносим недостигнутые цели на следующий год. Чтобы с 1 января уж точно взяться за себя, начать делать утреннюю зарядку и закончить этот треклятый ремонт в квартире. Ставите ли вы цели и загадываете ли вы желание в новогоднюю ночь? Поделитесь пожалуйста в комментариях под этим видео. Это еще одна психологическая фишка. Оповестить вселенную о вашей цели. Ну речь на самом деле не о вселенной, а о вашей готовности проговорить вашу цель. Потому что если вы не готовы заявить о своей цели так, чтобы о ней узнал кто-то еще, то скорее всего не готовы ее и достигать тоже. Поэтому пишите в комментариях, оповещайте вселенную, каких самых классных результатов вы хотите добиться в следующем году. Кто-то прописывает свои цели конкретно, как коуч посоветовал. Кто-то проговаривает подбой курантов, сжигает бумажку, развеивает залу по ветру. Кто-то уже делал и то, и другое, и просто надоело. Потому как не сбывается. Подходы существуют разные, и я вам дам подсказку, как специалист по работе с подсознанием. Ну вот расскажу на примере. В этом году я ставила цель помочь похудеть 10 тысячам человек и облегчить планету на тонну. А также написать книгу о легком безопасном снижении веса без диеты тренажеров. Книга это вызов для меня, и это было непросто. Но все удалось. За год более 10 тысяч участников сыграли в мои игры на снижение веса с результатом до минус 8 килограммов за неделю. И сброшенный вес только по тем отчетам, что я получила, перевалил за тонну. Над книгой сейчас работает иллюстратор, и уже задумана и вторая, и даже третья книги. Моя программа «Прививка от лишнего веса» получила официальное признание на конгрессе диетологов и нутрициологов. Я получила десятки писем о том, что в наших играх, в наших программах меняется жизнь, а не только фигура. И если вы еще не часть всего этого, но хотите присоединиться, информация для вас по ссылке под этим видео. Кликайте по ссылке. И вот психологический секрет, который помог мне в этом году, и я надеюсь поможет вам, не слить вашу цель, которую вы загадаете под бой курантов. Эта психологическая фишка помогла мне в этом году и поможет вам в следующем. Дело в том, что нужно создать мантру года, которая поможет вам держать фокус на цели и активизирует ваши силы. Не просто ваши собственные силы, а силы вашего подсознания, чтобы достичь этой цели. Потому что когда мы сливаемся, забываем о цели, когда у нас нет сил, это все про подсознание. Но там же много и ресурсов. Поэтому первое. Выберите цель. Пусть это будет одна, но самая вдохновляющая. Когда вы целитесь в большую цель, остальные задачи подтянутся автоматически. Когда ставите много крупных целей, это может оказаться слишком большим стрессом. Для вас. И в подсознании может поселиться страх и сопротивление. И в итоге ни одна цель не окажется достигнутой на 100%. Поэтому берите что-то одно, но самое зовущее. Возможно, вам сейчас покажется, что это трудно, недостижимо, что у вас не получится, что кто угодно, но не я, что не все в достижении этой цели зависит от вас. Ладно, согласна. У вас может и не получится. А у кого могло бы получиться? Вспомните литературного героя, или сказочного персонажа, или реального человека, может быть, кого-то из известных людей, или кого-то из ваших личных знакомых, у кого точно есть все необходимые качества, чтобы этой цели достичь. Например, если ваша цель – мир в семье, это может быть кот Леопольд с его фразой «Давайте жить дружно». Или, если ваша цель денежная, то вы можете взять своим героем, например, великого комбинатора Остапа Бендера. Или, к примеру, кого-то из самых успешных предпринимателей нашего времени. Или, если ваша цель по ощущениям смахивает на подвиг, вы можете взять помощника барона Мюнхгаузена, который совершал подвиги по расписанию. Чем более известного персонажа вы возьмете, тем лучше. Потому что тогда у вас включается подсознательная поддержка из… Есть у нас в подсознании такой коллективный слой, коллективное бессознательное, в котором и прописан этот известный персонаж. Ну, например, сказочные персонажи все имеют постоянную прописку в коллективном слое подсознания. У какого человека не спроси, кто такой Дед Мороз, или, скажем, Снегурочка, на любом языке под разными названиями, Дед Мороз – это будет добрый пожилой волшебник, который дарит подарки. И вот это вот общее, то, что объединяет всех Дедов Морозов в разных странах, вот это называется архетип, что-то универсальное, что можно опознать под разными именами. И через архетипы можно получить огромную поддержку из подсознания, если знать, как ею пользоваться. Либо это должен быть очень значимый лично для вас персонаж. Например, мой преподаватель по психологическому консультированию говорила, что сажает в углу своего кабинета автора метода на уровне воображения, само собой, этого человека уже нет в живых, и мысленно обращается к автору метода в сложных случаях во время консультации. И вы тоже можете так делать. Выбирайте персонажа и мысленно обращайтесь к нему, когда вам нужна будет его поддержка. Проверяйте, подсознание не подкачает. Вы почувствуете поддержку из собственного подсознания, в котором есть вот этот слой коллективной мудрости, опыта, находчивости и всего, что вам может пригодиться. И проводником туда станет ваша мантра. Выберите или придумайте фразу, которая свяжет вашу цель и этого персонажа. Ну, например, кот Леопольд говорил, давайте жить дружно. Остап Бендер говорил, сегодня деньги, завтра стулья. Кстати, очень полезная мантра для тех, кто боится озвучить стоимость своей работы и больше делает для других, чем для себя. Если вы выбрали в свою группу поддержки, к примеру, Стива Джобса, то посмотрите его цитаты, что он такого говорил. Например, для успеха надо работать не много, а головой. Вашу мантру года повторяйте почаще и запишите в разных заметных местах, где будете натыкаться на нее глазами. И вообще всю вашу группу поддержки хорошо бы визуализировать, подобрать картиночки, фотографии. Это поможет держать фокус на цели и получать поддержку из подсознания. Само собой, в свою группу поддержки вы можете взять не одного, а нескольких помощников, максимум три. И теперь у вас есть ваша психологическая группа поддержки, и мантра на реализацию вашей цели. А если среди ваших целей есть снижение веса, или вы хотите не набрать вес за январские каникулы, то нет ничего проще. Участвуйте в нашей бесплатной игре по ссылке под видео, и вы получите психологический допинг сразу от нескольких мультипликационных героев. Причем вы получите допинг еще во время новогодних каникул, и после каникул сможете растрясти оливье в нашей новой игре. Регистрируйтесь по ссылке под видео и делитесь этим видео и игрой с друзьями. С наступающим вам праздником! Пусть Новый год будет стройным и счастливым! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам было полезно это видео. Делитесь вашей мантрой года! С вами была Галина Турецкая, психолог, кандидат наук, эксперт по работе с подсознанием и по совместительству «Снегурочка». Субтитры подогнал «Симон»!